Доброе утро! В эфире новости телеканала Майя Удмуртия в студии Марины Симонова и в начале выпуска коротко о предстоящих событиях наступившего дня. В столицу республики сегодня приезжает московская делегация предпринимателей. Это часть большого бизнес-марафона. Подобный проходил 4 года назад. Итог тех встреч более 8 десятков подписанных деловых контрактов. Рыбалка вне закона. На Майя Удмуртия с этой недели установлен запрет на промышленный лов рыбы. А с 25 апреля под запретом будет любительское и спортивное рыболовство. Ограничения будут сняты только в середине июня, когда завершится нерест. Выходить на лед рыбакам не советуют и спасатели. Весенний покров водоемов опаснее осеннего. Лед стал рыхлым и может провалиться в любой момент. Об этом постоянно заняты и сотрудники Пудемского гидроузла. Здесь опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда вода вышла из берегов и подтопила склады местного леспромхоза. Пудемский пруд – слияние сразу трех рек. Весной, когда талые воды пополняют акваторию, водоем все труднее держать в берегах. Как только потеплело, на сельском гидроузле уровень воды снизили на 40 сантиметров. У нас тронизит приход равен расходу. Стараемся пока до паводки бежать так. За прошлую ночь талых вод в Пудемском пруду прибавилось на полсантиметра. Ситуация не критическая, говорит Наталья Карепанова, сотрудник гидроузла. Уровень воды она проверяет каждые 4 часа. В случае необходимости водосброс увеличат. Это поможет справиться с подтоплением, если не будет резкого потепления, как несколько лет назад. Леспромхоз Верхневятский затапливала все бревна, уплыли в Чепцу. Не было, но это было давно, я еще здесь не работала. В прошлом году до леспромхоза вода подошла. Мы придержали немножко, и вроде все прошло без осложнений. Жителям Пудема наводнение не грозит. Жилой сектор расположен далеко от водоема. В зоне риска только деревообрабатывающее предприятие. Его руководству уже посоветовали быть начеку. Спасатели предупредили и население. Выходить на лед небезопасно. Однако местные рыбаки этого не услышали. Я сам уже себе хозяин. Когда я почувствую, что нельзя, тогда я не пойду. А сейчас я спокойно могу ходить. Хоть туда, хоть куда. Куда захочу, туда и пойду. Если даже провалюсь, я все равно завтра пойду туда. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Удмуртские художники готовы к отправлению на Большую Волгу. Напомню, неделю назад в выставочном зале произошел потоп, испортивший часть картин, приготовленных к отправке на эту крупную выставку. Сегодня полотна уже высохли и стали ясны масштабы потерь. Подробности в сюжете Яны Городиловой. Этот портрет художник Виталий Окунь хотел отправить на Большую Волгу. Одну из самых ожидаемых выставок года, проводимую Союзом художников России. Однако планы чуть не сорвала коммунальная авария. На днях здесь в очередной раз не выдержали старые трубы. После потопа художники до последнего надеялись, что картины высохнут и не деформируются. Но несколько работ все же пришлось вычеркнуть из списка. Состояние повышенной влажности, пар здесь был вокруг, кроме воды, он имеет долговременное влияние, воздействие на грунт. Грунт состоит из желатина. То есть это непредсказуемые последствия, которые могут сказаться через месяц, через год и больше. Поэтому количество работ пострадавших время покажет. В этом году желающих участвовать на Большой Волге объявилось больше, чем обычно, более 80 художников. Причем почти половина молодежи. Экспонатов накопилось так много, что большую часть работ пришлось перенести в хранилище. 60 живописных полотен, 30 графических рисунков и 9 скульптур чудом удалось спасти. Работы почти не пострадали, слава Богу, которые уйдут на зону. Потому что мы их, как чувствую, заранее перенесли в малое помещение. Обе трубы вылезали, железные, ржавые. Вот здесь струя вилла. Причем периодически пульсация такая. Текла вода сюда и здесь растекалась по всему помещению. Итак, выставочный зал затапливал регулярно. Художники каждый год сушили картины и подсчитывали убытки. Сгнившие трубы наконец-то заменили на новые пластиковые. Правда, для этого потребовались несколько лет мучений и чуть не сорвавшиеся планы. Больше идти на такие жертвы ради искусства художники не готовы. В планах добиться нового помещения для выставочного зала и их союза. Яна Городилова, Юрий Зеленький, телеканал «Моя Удмуртия». Что важнее, так называемая неформальная занятость или, проще говоря, работа без официального оформления или подготовка ненужных республики кадров? Фракция КПРФ в Госсовете Удмуртии провела круглый стол, где обсуждали перспективы рынка труда в республике. Проблемы есть и у тех, кто уже работает, и у тех, кому трудовую биографию еще только предстоит написать. У нас действительно получается парадоксальная ситуация. У нас много юристов, экономистов и так далее. То есть не секрет, что сегодня, допустим, на рынке труда больше всего как раз специалистов с высшим образованием, среднеспециальным образованием. То есть они закончили высшее учебное заведение среднеспециальное, но найти себя на рынке труда не могут. Поэтому здесь необходим более жесткий, я бы сказал, плановый подход к этой ситуации и планирование как тех специальностей, которые воцребованы будут в Удмуртской республике. Представители фракции КПРФ считают, что в республике необходимо создать такую систему подготовки кадров, чтобы у молодых людей было понимание, насколько их профессия будет востребована через 3-5 лет. Вместе с руководителями профильных министерств и ведомств депутаты планируют выработать предложения, которые на законодательном уровне могли бы также помочь жителям региона легче адаптироваться к последствиям вступления во Всемирную торговую организацию. Выставочный зал ИЖГТУ накануне превратился в творческую лабораторию студентов-изобретателей, которые съехались в Ижевск со всей Удмуртии. Ежегодная выставка инновационных проектов открыла строгому жюри имена новых талантов, а представителям предприятий республики потенциальных клиентов для заключения патентов. С героями выставки познакомился Дмитрий Вороновнин. Водкинский одиннадцатиклассник Николай Иванов самый молодой участник выставки инновационных проектов, но его разработка, это отметили все члены жюри, самая смелая и креативная. Год назад Николай задумался над вопросом, почему в век автоматизации исследователи берут пробы воды дедовским методом и изобрел пока на бумаге в чертежах автономную мини-лабораторию для комплексного мониторинга водных ресурсов. На данный момент с современными научными технологиями мониторинг воды осуществляется на очень низком уровне. То есть все доходит вплоть до того, что люди ездят на лодке и делают серию ПРО. Я предлагаю автоматизировать способ мониторинга водных ресурсов с помощью такого мини-робота, мини-лаборатории, которая будет заниматься этим сама автономно. Если для Иванова это будет первый официальный патент, а специалисты ему это предсказывают, то в послужном списке студента сельхозакадемии Евгения Караганова уже есть три одобренных изобретения. Четвертый, еще достаточно сырой проект, защищал сегодня. Это безэкранный 3D-дисплей, выводящий изображение при помощи водяного пара. Отсмотрение на такой монитор глаза никогда не устают. Мы предложили разработать для более мелких капель систему пьезоэлектрической пластины, которая будет разбивать воду и выводить пар вверх. В смелости 50 кандидатов на патенты сегодня не было предела. Как избавиться от синих и зеленых водорослей, как проще получить стволовые клетки, как в разы увеличить скорость интернета. Это будущие инновационные политики Удмуртии. За смелость их сегодня никто не ругал, наоборот поддерживали. А бороться им было за что. Победители конкурса получат солидные гранты по 400 тысяч рублей для продолжения своих исследований. Данное мероприятие очень важно для Удмуртской республики с той точки зрения, что все разработки, которые представлены на выставке, могут каким-либо образом быть реализованы как на предприятиях Удмуртской республики, так и России в целом. Имена победителей конкурса жюри назовет 18 апреля. Дмитрий Вороновин, Артем Пушин, телеканал «Моя Удмуртия». Посмотреть фильм «Матч смерти» о легендарной игре киевского «Динамо» посоветовал президент Удмурти игрокам футбольной команды «Зенит Ижевск». В этой кинокартине есть пример того, считает Александр Волков, как нужно настраиваться на решающие матчи. А их у наших спортсменов осталось ровно 9. На кону судьба клуба. Задача остаться в пятерке лучших. Смогут ли? Об этом говорили накануне в резиденции. Подробности в сюжете Альбина Гореевой. Под крылом республики команда «Зенит Ижевск» третий год. Сегодня традиционно руководство игроки держит ответ перед президентом. Две задачи, которые он поставил, почти выполнены. Первая – это то, что на 70% команда должна состоять из выпускников республиканской школы футбола. Вторая – по итогам сезона быть в пятерке сильнейших в своем дивизионе. Решающие матчи еще впереди, но игроки и руководство команды с уверенностью заявляют – они не подведут. И на сладкое добавляют два хороших игрока, покинувшие несколько лет назад команду в поисках лучшего варианта, вернулись на родину. Если перспектив никаких не было, если бы мне не сказали, я, может быть, искал бы другие варианты. Но так как в первую очередь у города президент поставил задачу. Мы будем стремиться расти, а силы еще есть, и играть хочется на хорошем уровне. Им хочется играть в первой лиге, а для этого выигрывать мало. Нужен кошелек побольше. Сегодня финансирование клуба обходится республике в 55 миллионов рублей. Шагнуть на ступень выше никто не запрещает, заявил сегодня президент. Будут большие победы, найдутся и деньги. Если 75% игроков будет в нашей школе, ради бога, выходите на следующий уровень. Деньги буду искать. Да, деньги буду искать. Я приду к директорам, скажу, играют наши ребята. На приобретение игроков я никогда не просил денег, я сам противник. А на своих ребят, вот, вы сами вырастите, и тем более, три четверти ребят это воспитанники нашей школы. Все, в следующую лигу выходите. Надо там, это смето, 200 миллионов. Ну что, буду искать. Из проблем сегодняшнего дня игроки озвучили плохое состояние раздевалок на центральном стадионе. Отремонтируют, парировал президент. Тренера попросили за команду дублеров. Поскольку тренировочный процесс там должен быть приближен к тренировочному процессу команды мастеров, конечно, необходимо передавать питание. Мы из клубной смеси не можем этого делать, потому что... Питания не хватает денег? Не хватает, да. Порядка где-то полный. То есть, где-то там, где-то есть? Мы вообще их купим. Дубль у нас не питается. Теперь будут питаться как положено, полмиллиона рублей на это найдутся. В остальном игроки и тренеры всем довольны и ждут болельщиков на стадионе. В первую очередь команду сохранили для них. Первый из оставшихся решающих матчей состоится уже послезавтра. Альбина Гареева, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Угмуртия». И это пока все. Удачного вам дня. Итоги подведем ровно в 7 вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин